МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которая в этом году исполняется 70 лет. Небольшой день призывника, который мы пытались здесь провести. Конечно же, мы не забыли ветеранов Великой Отечественной войны, показательные выступления, все то, что сегодня называется подготовкой к патриотизму, к тому, чтобы любить Родину. И поэтому огромное количество и болельщиков, и наших участников сегодня здесь присутствует. Самым важным моментом турнира стало чествование ветеранов войны и тружеников тыла. В свою очередь, почетные гости поздравили всех участников и гостей соревнований со светлым праздником 9 мая. Самое главное то, что на этом турнире можно отметить, когда ветераны после награждения подошли и сказали, нам очень-очень сильно это все понравилось, потому что вы живете в новое время. И вот смотря на все, на вот этот праздник, хочется верить, что действительно Россия будет стоять крепко и долго, и навсегда. Курс молодого бойца пока что в игровой форме преодолели 6 команд будущих защитников Отечества. На время турнира арена спорткомплекса превратилась в военизированную полосу препятствий на проверку силы, ловкости, скорости и навыков владения оружием. После успешного испытания участники выходили на татами. Два двухминутных раунда в рукопашном бою и только один победитель. Сегодняшний турнир довольно тяжелый, я бы так сказал. Соперники все подготовлены, но мы тоже сильны, и поэтому мы выиграли и прошли в финал. В финале кадеты все-таки уступили ребятам из клуба «Десантник». Сегодня эти мальчишки лишь играют в военную службу, но уже завтра они могут отправиться из своего патриотического клуба прямиком в армию. И такие турниры с нелегкими победами лишний раз закаляют будущих солдат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова